Сложная система дренажа районно-станционной не позволяет перейти к следующим этапам работ. Об этом рассказал руководитель жилкомстроя Андрей Шуклин. Студия телерадиокомпании «Альтекс.Медиа» отвечает на вопрос, почему жители данного района не видят результатов по строительству обещанной дороги в 3 километра с остановочными комплексами, непродвижек с тротуаром по улице Уральской. Осушение района, улиц как бы станционного, там не только улица станционная, там улица Пушкина, там очень много улиц, там это не один проект идет. У нас порядка запланировано, в нашей организации порядка 4 проектов на осушение, потому что это очень глобальный вопрос. Первый, мы как бы уже реализовываемся, сегодня вот был там на объекте, смотрели, подрядчик работает, геотекстиль стилит. Второй, это у нас фирма «Артвиль» выиграла тоже, это у нас идет как раз от улицы Спортивная, Торговая, которая выходит как раз на станционную, и идет до улицы Техническая, включая улицу Уральская, вторая Уральская, первая серверная, вторая серверная, это все эти, это второй этап. Третий этап, это у нас сама улица станционная, это где мы сейчас, аукцион тоже отыгрался, выиграла организация «Проектирует дорогу», которая более трех километров, там с остановочными комплексами будет, да, с остановками, это тоже водоотведение, водопонижение улицы, там тоже это предусматривается, что вот ту канаву, которую мы сейчас сделали, да, для водопонижения с улицы, с станционной, вода будет уходить, проектно предусмотрено будет, вот именно в эту канаву, которую мы делаем. Андрей Шуклин напомнил, что пока проект по осушению улиц районно-станционной не будет завершен полностью, о строительстве дороги думать преждевременно. Что касается тротуара по улице Уральской, то проект получил положительное заключение. Тротуар по улице Уральской, все как бы это массировали очень сильно, да, и по суду, то есть вчера была экспертиза, порядка 8 миллионов 300, проект получил положительное заключение, строительство 8 миллионов 300 будет. То есть там тоже с понижением уровня воды, канавы, трубы, съезды к домам, сам тротуар шириной полтора метра. Пока в Желкомстрой проектировщикам предоставлены проектные документы в электронном виде. Но Андрей Шуклин надеется, что уже в ближайшее время сможет выйти с готовым пакетом документов в администрацию и на Думу. Ведь 8 миллионов 300 тысяч рублей – сумма немаленькая. Нам предоставят документы проектировщик, да, пока только в электронном виде. Когда он предоставит нам, мы направим в администрацию и на Думу о выделении денежных средств. После того, как нам их выделят, мы будем заниматься строительством. Мы будем просить и области. Область не даст. Будем смотреть, что можем сделать за счет местного бюджета. Строительство тротуара по улице Уральской теперь будет зависеть от решения в финансовой поддержке областного правительства и депутатов местной Артемовской думы, пояснил Андрей Шуклин. Кроме того, он внес ясность по вопросу ремонта дорог улиц Сибирской и Ломоносова в поселке Ключи. Напомним о бездорожье, с которым мучаются жители этих улиц. Телерадиокомпания «Альтекс.Медиа» рассказывала уже не раз. Сегодня, по словам руководителя «Жилкомстрой», ситуация здесь меняется. Работы ведутся. По обращениям жителей после гидрификации выделены денежные средства на обустройство улицы Сибирская и Ломоносова. Подрядная организация приступила к этим работам, но до конца еще их не доделала. То есть там идет пока крупный слой, крупный щебень, фракция 40-70, потом с последующей расклинцовкой. То есть работы еще делаются. Не сделаны до конца, работы будут доделаны. Отметим, побывав на месте, можно сказать, что перемены с дорогами произошли не только на словах. Ситуация изменилась и в корне. У местных жителей наконец-то появилась возможность беспрепятственно ходить и ездить по своей улице, не опасаясь застрять в дорожной яме.